26 февраля состоялось заседание Думы городского округа город Буй под председательством главы города Валерия Катышева. В начале заседания Валерий Васильевич рассказал депутатам про поездку в Крым и про участие в торжественных мероприятиях по присвоению патрульному катеру Черноморского флота имени Буевлянин в честь города Буя. Торжественные мероприятия прошли в Крыму в Севастополе. Катер проекта Санкт-Петербургского завода. Один из самых, даже самый быстрый катер на пути. Скорость развивает на испытаниях до 100 км в час по воде, достаточно быстро, особенно бронированный катер по борьбе с диверсантами, и в том числе как десантный катер. В ходе состав 102-го отряда сил специального назначения, это спецназ, часть образована в 1968 году, часть уже больше 50 лет, часть боевая, то есть постоянно 70% военнослужащих постоянно находится на боевом дежурстве. Горячая точка. В том числе охраняют Крымский мост, охраняют акваторию города Сочи, работали на Олимпиаде 80-го года, 2014-го года. Постоянно где-то один, два, три корабля находятся в Сирии, в Тартусе, охраняют военно-мойскую базу. В части, примерно половина отряда, это так называемые боевые пловцы, пловцы-минеры, пловцы-разведчики. Тарабли участвуют в военно-морских парадах в Санкт-Петербурге, Севастополе. Я думаю, что сотрудничество с частью будет налажено. Валерий Катышев внес предложение по переименованию улиц и других объектов Буя в честь земляков, служивших Отечеству, среди них герои Советского Союза и адмиралы военно-морского флота, а также предложение по налаживанию сотрудничества со 102-м отрядом Черноморского флота. В частности, было решено на следующий день собрать рабочую группу для предварительного обсуждения. Даже в Костроме сегодня проручало, что будет переименована несколько улиц и тащий день в честь военно-начальников и героев Советского Союза. А у нас одна улица, конченая имеет название. У нас 12 героев Советского Союза, 10 адмиралов в флота. То есть надо подумать и, может быть, как-то принять какое-то решение в этом отношении. Это увековечивает память о наших двумяков. Вот как информацию к размышлениям, может быть, к следующему наседанию, может быть, у нас совместно с ветеранами какое-то решение будем принимать. В этом году вышел, вот, 200 лет при Олюшке. В Севастополе есть, с набережной при Олюшке. А буи будут, в обои, и не живы. А люди жить отдавали до Отечества. Поэтому, любая вещь, так, что надо подумать о Думе, может быть, в рамках предложения поговорим на комиссии какая-то, что с ветеранами встретимся, поговорим на эту тему. Администрации города, совместные. В повестке заседания депутатов Думы значились вопросы, касающиеся жизнедеятельности города. Депутаты заслушали информацию о реализации программы образования, которую представила начальник отдела образования Ольга Валенкова. В образовательной системе городского округа город Буря реализуется муниципальная программа по развитию образования до 2022 года. Также между департаментом образования и администрацией городского округа города будет заключено соглашение о реализации региональных проектов, рамках национальных проектов, образования и демографии. В рамках проекта поддержка семейные ищих детей в нашем городе на базе детского сада номер 5-й Соличев создан консультационный центр психологической, педагогической и методической помощи родителям детей от рождения до 18 лет. Детский сад номер 5 является победителем конкурса на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в рамках реализации данного проекта и привлечены денежные средства в размере более 7 миллионов рублей. В показателе проекта необходимо было оказать 20 тысяч услуг. По результатам 2019 года было оказано 20 тысяч 51 услуга психологической, педагогической и методической помощи родителям. Это были ночные, дистанционные и выездные консультации. Охват составил в данном консультационном центре 17 тысяч 50 человек. В основном дискуссионное консультирование проводилось для жителей удаленных от нашего города муниципалитетов, которые не имеют возможности получить помощь ученого Кострома-Монтурова, Ней-Красносельский район. Выездные консультации проводились для Бульского и Сусанинских муниципальных районов. Работали выездные бригады, которые состояли из педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов и социальных педагогов. В центре работали 15 специалистов. 93% из них прошли курсовую подготовку на базе Костромского областного института развития образования. Работа по реализации данного проекта началась с широкой информационной кампании, изготовления рекламной продукции. Были изготовлены афиши консультационного центра и размещены в разных частях нашего города. Также проводились мероприятия дни открытых дверей консультационного центра родительских собраний во всех образовательных организациях. Конечно, значимость социального проекта велика. При его реализации специалисты столкнулись с низкой родительской просвещенностью в вопросах воспитания, образования и развития своих детей. По результатам работы, после данных рекомендаций, некоторые родители обращались к неврологам, медико-педагогическому комиссию для определения программы обучения ребенка, а также реабилитационный центр «Лесная сказка для ранней коррекции развития детей» Оценка качества предоставления услуг проводилась через федеральный портал «Растем детей Российской Федерации». И, конечно, портал нам помог в составлении именно консультаций для родителей. А также по 2019 году по итогам все условия для оказания услуг в консультационном центре были созданы, денежные средства были освоены полностью. Было приобретено оборудование для кабинетов, металлическое пособие и проведены ряд других мероприятий. Конечно, несмотря на завершение проекта, консультационный центр не заканчивает свою работу. Специалисты по-прежнему будут оказывать помощь потребителям услуг. Работать будут специалисты у жилетского сада в количестве пяти человек. И также мы планируем дальнейшее участие в федеральном проекте. Следующий слайд. Следующий проект – это успех каждого ребенка. В 2019 году на базе Центра дополнительного образования «Уникум» был создан Муниципальный ресурсно-опорный Центр дополнительного образования, который осуществляет организационное, металлическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образования детей на территории города. Идет формирование электронной платформы «Навигатор общеразвивающих программ», что обеспечивает цифровое попадание в систему дополнительного образования каждого ребенка. По итогам 2019 года было выдано общее количество сертификатов 1824, из них 793 сертификаты финансирования. В этом году мы продолжаем работу в рамках данного проекта. На 2020 год создана нормативная база, определенный номинал сертификатов финансирования, которые составляют 4090 рублей. Образовательными организациями разрабатываются новые программы дополнительного образования детей. Также поставлены задачи перед образовательными организациями дошкольного образования о получении лицензии на подвид дополнительного образования детей и взрослых. На сегодняшний день уже выдано 1889 сертификатов, из них сертификатов финансирования 589. Наша задача плановая цифры на 2020 год, составляет общее количество сертификатов 2445. Эту работу мы продолжаем и в течение этого учебного года, и с сентября 2020 года будут введены еще новые программы, поэтому мы нацелены данные показатели выполнять. Конечно, каждый проект имеет свои целевые показатели проекта, и наша задача по 2020 году увеличить количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, до 68,7%. Следующий слайд. Конечно, для увеличения охвата детей дополнительного образования данный проект «Успех каждого ребенка» продолжает реализовываться. В 2019 году Центр дополнительного образования «Умка» и «Школа номер 1» стали победителями конкурсного отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание новых мест дополнительного образования детей в рамках данного проекта. Были привлечены в данную образовательную организацию Денежные суммы в размере 1 120 505 рублей. Определены направленности, которые будут развиваться в данных образовательных организациях. Каждая направленность, соответственно, финансируется по расчетам. Эти деньги будут направлены на приобретение микропрепаратов, мобильных естественно-научных лабораторий, автоматизированные методики по профориентации, электронные конструкторы, игровые наборы по профессии, макинезинный комплект для кабинета профориентации, а также туристко-скортирное оборудование. Основные целевые показатели, мы уже проговорили, что это увеличение охвата дополнительным образованием. И, конечно же, еще один из целевых показателей, это число детей, которые получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями. На 2020 год эта цифра составляет 504 ребенка. Следующее мероприятие в этом же региональном проекте «Успех каждого ребенка» — создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом. Для нашего города на 2020 год выделены денежные средства в размере 1 593 657 рублей. И определены два учреждения, где будут ремонтироваться спортивные залы. Это школа номер 37 и школа номер 5. В настоящее время заключены соглашения между администрацией города и департаментом образования на все три года. Конечно, каждый год сумма финансирования увеличивается, но вот поэтому и распределение образовательных организаций по мере необходимости выбраны по поле, что следующий региональный проект — это современная школа. Одно из определенных показателей проекта — это число общеобразовательных организаций, расположенных в малых городах, которые обновляют материально-техническую базу для развития основных и дополнительных общеобразовательных программ, цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. В 2020 году у нас будет одно учреждение, в 2021 году планируется еще два учреждения, тем самым три учреждения будут выполнять данный показатель. Ну и, соответственно, отсюда выкипает второй показатель — это численность обучающихся, которых охвачены именно этими профилями обучения. Одно из мероприятий, важное мероприятие — строительство новой школы. На 2021-2022 годы определены суммы финансирования, заключен также проект, заключено также соглашение между Департаментом строительства и администрацией области на выделение этих денежных средств на строительство школы. В течение 2020 года задача подготовить проект по строительству новой школы. В рамках данного проекта «Современная школа» следующее мероприятие — это создание центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В «Точку роста» у нас вошли четыре учреждения. На 2020 год запланирована школа номер 2. Центры «Точки роста» создаются как структурное подразделение общеобразовательных организаций, направленное на формирование современных компетенций и навыков по обучающейся, в том числе по предметным областям, по технологии, математике и информатике, по физической культуре и основе безопасности и жизнедеятельности. Цель создания «Точек роста» основана на том, что именно совокупность образовательных организаций, в которых создаются центры, составит федеральную сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста». На следующий день приказом Департамента образования и наук утвержден дизайн-проект «Точки роста». В обязательном порядке должны быть логотипы, вот они представлены на слайде, и цветовая гамма каждого помещения. Планируется площадь отремонтированных помещений необходимо составляет порядка 100, не менее 100 квадратных метров. Это либо два кабинета, либо кабинет и рекреация. Задача по подготовке помещений для размещения необходимого оборудования стоит перед муниципалитетом. И ремонтировать вот в таком стиле необходимо за счет муниципального бюджета. На сегодняшний день мы просчитываем сметы. Сегодня мы с директором второй школы посетим Непольскую школу Костровского района, где в прошлом году они были участниками данного проекта. И мы воспользуемся, может быть, их советами и теми сметами, которые они использовали для ремонта своего учреждения. Предполагается приобрести различное оборудование. Оборудование достаточно серьезное для того, чтобы могли реализовываться проектная деятельность, научно-техническое творчество, шахматное образование, IT-технологии, медиа-творчество, социокультурные мероприятия, а также информационно-экологическо-социально-дорожно-транспортная безопасность. В школы поступят квадрокоптеры, шли в виртуальной реальности, 3D-тринтеры, новые компьютерные оборудования. На сегодняшний день из бюджета федерального и областного деньги не будет вылезать, так как оборудование будет осуществляться через департамент образования и поставляться в каждой образовательной организации, где данный проект будет реализовываться. Следующий проект – это региональный проект «Цифровообразовательная среда». Определены также показатели данного проекта. Это доля образовательных организаций, которые реализуют программу общего и дополнительного образования, осуществляют образовательную деятельность с использованием федеральной информационной сервисной платформы «Цифровой образовательной среды». Доля таких образовательных организаций в 2020 году определена – это 12,5%, что составляет по 2020 году выходное учреждение. Одно из мероприятий, которое будет реализовываться в 2021 году, это создание центров «Цифрового образования детей» IT-кобы на базе школы номер 13. Здесь вы видите, что уже выделены денежные средства в размере 12,505,253 рубля. Площадка для Центра цифрового образования детей IT-кобы будет часть первого этажа площадью 127 метров и часть второго этажа площадью 484 квадратных метра. Это достаточно большие территории, которые необходимо также подготовить муниципалитету нам для того, чтобы разместить необходимое оборудование. Центр цифрового образования будет создаваться по модели «Стандарт», который будет включать несколько кубов. Это и лаборатории программирования, лаборатории разработки, лаборатории мобильной разработки, лаборатории цифровой гигиены работы с большими данными, лаборатории системного административа, и зона каворкинга, лепторий, шахматная гостиная, сервисная, медиатека и различное административное помещение. Данный проект уже разработан, утвержден распоряжением губернатора Костромской области. Такие центры IT-кобы будут созданы только в четырех муниципалитетах нашей области. Школа 13, один из центров будет оснащен. Данная модель поможет нам подключать к сети интернет все образовательные организации со скоростью подключения более 100 мегабит в секунду, тем самым, что позволит использовать в образовательной процессе ресурсы федеральной информационной сервисной платформы Яндекс.Класс, Яндекс.Лицей. В настоящее время у нас все образовательные организации подключены к электронным ресурсам образовательной платформы для использования бесплатных электронных художественных книг. Также данная модель поможет систематизировать проведение уроков цифры, уроков проектории. Для образования города, конечно, поставлены серьезные задачи по реализации данных национальных проектов. Здесь не только мы получаем оборудование, мы должны достичь и целевых показателей, и обеспечить грамотных, конкурентоспособных обучающихся нашего города, чтобы они были востребованы и в нашем городе, и в Российской Федерации. Нам приятно, что многие проекты предлагаются городу потому, что мы участвуем в конкурсных отборах. Вот, допустим, скажу, что консультационный центр на базе 5-го детского сада – это единственный центр в нашей области, получив такие достаточно серьезные федеральные денежные средства. Ни одно учреждение еще таких средств, как консультационный центр, не получали. Это заслуга и образовательной организации, и отдела образования администрации города общая. Поэтому документы готовили сообщение. Мы используем абсолютно все возможности, чтобы привлечь средства для улучшения условий для обучения наших учащихся, наших школьников. Поэтому, вы правильно заметили, объем мероприятий очень большой. То есть мы заявились максимально на все проекты. Поэтому, естественно, будет сложно, будет сложно всем, и администрация образовательных организаций, и отдела образования, и администрации города. Но другого пути у нас просто нет. Поддержу высказывание о том, что нас контролирует департамент образования и науки Костромской области. Вы не зря, наверное, заметили, что в каждом проекте есть показатели, которые необходимо исполнить. Но я думаю, что мы в таком режиме работаем уже не первый год. Мы справимся с этим, и все поставленные задачи обязательно исполним. Отчет о реализации программы приватизации муниципального имущества за 2019 год представила председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Марина Торопова. По внесению изменений в муниципальные правовые акты, регламентирующие проведение процедуры голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году и на период с 2022 по 2024 годы, рассказал начальник юридического отдела администрации Алексей Смирнов. Одним из изменений определено участие граждан Российской Федерации, достигших 14-летнего возраста и проживающих на территории города, в голосовании по отбору общественной территории. В целях обеспечения открытости и гласности работы Думы городского округа «Городбой», а также объективного освещения в средствах массовой информации, деятельности законодательного органа и создания необходимых условий для профессиональной деятельности журналистов, депутатами утверждено положение об аккредитации журналистов, средств массовой информации при Думе городского округа. В связи с изменениями в законодательстве депутатами принято решение о признании утратившими в силу муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих порядок отлова безнадзорных животных. Полномочия по утверждению соответствующего правового акта отнесены к полномочиям субъекта Российской Федерации. Проект документа разрабатывается администрацией области. Также депутатами в целях приведения правовых актов представительного органа в соответствии с действующим законодательством утверждены изменения в регламент и положение о постоянных комиссиях Думы. За принятие информации к сведению и за другие решения народные избранники проголосовали единогласно.